Бывало такое, что вы получали в подарок ненужную вещь? Или искали в магазинах хоть что-нибудь для очередного именинника? Согласитесь, что только мы сами знаем свои предпочтения, а угадать желание другого человека часто невозможно. Может быть, не стоит и тратиться на подарки? Чтобы найти ответ на этот вопрос, американский экономист Джоэл Уолтфогель попросил студентов Ельского университета предложить личную цену для каждого подарка, который они получили на Рождество. Оказалось, что для студентов субъективная стоимость подарков ниже фактической цены на 10-30%. Что интересно, чем сильнее была социальная дистанция между дарителем и получателем, тем больше падала ценность подарка. Дальний родственник попросту не знает ваши предпочтения, поэтому полученный от него подарок обладает для вас наименьшей пользой. Такие подарки чаще остальных передариваются или возвращаются в магазин. В своей книге из Крудженомика Уолтфогель оценил ежегодные потери от таких неудачных подарков в 25 миллиардов долларов США. Частично эта проблема компенсируется тем, что неденежные подарки дарятся в основном близкими родственниками. А так как они знают вас лучше остальных, то и субъективные потери от таких подарков минимальны. Но ведь всем нравится дарить подарки, а значит, есть и выгода дарителя. Тем более в экономике необходимо учитывать не только спрос, но и предложение. Опрос, проведенный среди студентов Геттингенского университета, показал, что большинство предпочитает дарить подарки в натуральной форме. Дарители субъективно оценивали подарок выше его фактической цены, так как закладывали туда и приятные эмоции от дарения. С точки зрения среднего дарителя, польза от этой процедуры составила для них 43% от стоимости подарка. Вспомним падение ценности на 10-30% в исследовании Уолтфогеля и поймем, что даже если получатель невысоко оценит ваш подарок, общий полезный эффект от самого факта дарения будет положительным. Зная все это, вы можете увеличить полезный эффект от дарения. Для близких людей лучшим подарком будет что-то личное и индивидуальное. Для хороших друзей подарочный сертификат на покупку в любимом магазине или на развлечение. А для малознакомых людей и дальних родственников – деньги. По крайней мере, так считают экономисты.